Говоря «сложный аккорд», подразумеваться могут очень разные вещи. Аккорд, сложенный из большого количества нот, или аккорд, который труден для восприятия, или просто тот, который сложно исполнить. Вот возьмем, к примеру, аккорд. Ля мейдж 13 с повышенной одиннадцатой. Аккорд большой, много букв, много пальцев, да еще и альтерированная умдэцима. Короче, сложный аккорд. Но если мы рассмотрим его в рамках тональности ми мажор, то увидим, что он полностью состоит из нот этой тональности. Никаких сюрпризов. И вообще он здесь, по сути, просто субдоминанта ля мажор, но тюнингованная и татуированная. То есть в этом смысле аккорд совсем несложный, вообще практически попсовый. А если мы сыграем в этом контексте обычное трезвучие си бемоль мажор, то оно-то как раз и зазвучит внезапно. И такой ход встречается реже. Вот именно о такого рода сложности аккордов речь идет в этой серии видео. И поскольку это четвертая часть с достаточно редкими уже гармоническими ходами, если вам немного непонятно, посмотрите первую. А если вы в теории музыки вообще не в зуб ногой, а в зуб ногой все-таки хочется, то пробуйте уроки теории музыки по-пацански, начиная с самого начала, потом возвращайтесь сюда, потому что здесь сейчас будет красиво. Во второй части нашего аккордового балета мы находились в тональности до мажор в нашей отправной точке и дергали аккорды из тональности до минор, одноименного минора, и получали в себе всякую красоту. В следующей части, которая звалась «Мрачные аккорды», мы находились в параллельной до мажору тональности ля минор и через до мажор как бы дергали аккорды все те же из до минора в ля минор и получали немножко другую краску этого. И теперь перед нами встает вопрос, а можем ли мы также, находясь в тональности ля минор, дергать аккорды из ля мажора? И, конечно, мы можем, но здесь несколько все сложнее происходит, не так гладко, и поэтому такого рода ходы встречаются реже. Причина, на мой взгляд, хоть он и не очень экспертный, в том, что мажор звучит устойчивее, натуральнее, природнее, чем минор, если мы взглянем на обертона любого природного звука, они больше напоминают мажорный звукоряд. А если взять ту же самую негативную гармонию, то минор — это некоторый такой отображенный, вывернутый наизнанку мажор. В общем, он менее устойчив для нашего уха. И вот когда мы изначально находились в мажорной тональности и дергали аккорды из минора, могли многое себе позволить, и потом возвращение обратно в мажор звучало очень плавно, в любом случае достаточно долгожданно. А точно так же, находясь изначально в миноре, как только мы начинаем дергать аккорды из одноименного мажора, они очень сильно тянут на себя одеяло и меняют ощущение тональности вообще как таковой. И возврат после них обратно в минор может звучать так достаточно непонятно. Вот что у нас в мажоре было. То есть мы там что-то пробежались по минорной цепочке и обратно в мажор, и ох, ништяк. А если бы мы были, допустим, изначально в миноре то есть вот эти переходы в минор, они какие-то нарочито смурные, звучат как модуляция. И это не есть плохо, модуляция замечательная вещь, просто нам нужно это учитывать, когда мы экспериментируем с этой группой аккордов. Собственно, начинаем их слушать. Слушать ре мажор и си минор мы не будем, потому что их мы уже слушали в первый раз, и они здесь больше заходят как аккорды из соседней тональности. Нас интересуют оставшиеся четыре. И начнем с моего любимого фа диез минора. Я много лет не могу придумать какую-то емкую метафору, чтобы обозначить, как, собственно, он звучит, но звучит он однозначно очень клево. Тайфун приглашает на бал мою недотрогу судьбу. У Джамираквая и Узелкова мы видим, что идут аккорды просто тональностей, и среди них появляется этот фа диез минор, как такая краска, которая появилась, воссияла и ушла. А в хронокроссе мы видим такое блуждание ля минор, фа диез минор, ля минор, фа диез минор. То есть... И опять обратно. Здесь нет как бы аккордовой последовательности. Здесь идет сначала одна тональность, потом другая. Одна, другая. И так, судя по мелодии, можно сказать, что это идет чередование ля минора и ля мажора, потому что там, ну... Это ноты ля минора, а потом... То есть вот эти ноты... Вот. Такая торжественная, достаточно прямая мелодия, но за счет параллельного минора она окрашивается во что-то такое более тонкое. Очень прикольно. И это такой более киношный способ, скажем так, использования заимствованных аккордов. Это когда мы нащупали вот краску между двумя аккордами и ерзаем на ней, кайфуем. Есть такая попсовая мелодия, все ее знают. Только она там медленнее. И в самом конце этой композиции есть такой фрагмент, когда в качестве кода повторяется первая фраза мелодии то в ля миноре, то вдруг в фа диэс миноре. Я как-то в супермаркете недавно услышал и офигел, думаю, ух ты. То есть, как мы видим, этот аккорд, появляясь сразу же достаточно много энергии, вкачивает ощущение другой тональности. И если немного пойти за этим в мелодии и в аккордах, то можно, собственно, легко оказаться в этой тональности окончательно. Что мы видим, допустим, у Кобейна. I need an easy friend I do with a hand to lend Это все мы находимся в ля миноре I do want you to have a clue И обратно он вернулся через субдоминанту, как мы делали во второй части. И дальше, развивая тему модуляции в Doors, в Light My Fire, как мы услышали дальше там И потом И вот мы уже в ре мажоре оказались. Как это происходит? Помимо мелодии, естественно, с точки зрения гармонии. Мы до этого были в таком же чередовании ля минор, фа диэс минор, ля минор, фа диэс минор. И потом берется соль мажор, который есть в изначальной тональности ля минор, но если взглянуть на фа диэс минор, соль мажор, то вместе они как бы очерчивают рамки новой тональности ре мажор. И когда появляется вдруг ля мажор, мы приходим в ре мажор просто как к себе домой. И потом он возвращается обратно достаточно прямо, через доминанту. О модуляциях отдельное видео я, конечно же, планирую когда-то, но если вам эта штука интересна, то вот вы видите, как один и тот же аккорд используется в несколькими разными способами для разного рода модуляций. Дальше ля мажор, чередование ля минора и ля мажора, это, в общем, то же самое, что мы смотрели, когда чередовали до мажор и до минор. Стоит только разница, что, как я и говорил, мажор как-то превалирует. Вот есть очень красивая песня, которая в тот раз не попала у Джоджа Майкла. I'm going down, won't you help me save me, save me from myself. Ну вот по моим ощущениям, только когда в мажор оно приходит, только тогда реально останавливается гармоническая последовательность, ну, может быть, у вас другие ощущения. И этот ля мажор может появляться как доминант септаккорд, который усиливает тяготение к ре минору. На словах это может звучать достаточно сложно, но музыкальное звучание этого вы все знаете, потому что в шансоне всяком и в советской музыке этот ход был просто изнасилован, поэтому и сейчас он звучит достаточно пошло, но тем не менее в определенном таком, допустим, романсовом контексте у него есть определенный кайф. Естественно, вот эту силу тяготения, доминант септаккорда дальше по квартоквинтовому кругу, в данном случае от ля к ре, ее можно, естественно, использовать для модуляций. Такого рода модуляции, конечно, тоже задрюканы давно и чаще всего звучат достаточно пошло, но тем не менее. Дальше ми мажор, но этот аккорд и так есть в ля миноре, и он там очень важный, доминанта. Почему он там берется и как это работает, вы можете посмотреть в видео про доминант септаккорд, но здесь получается, как о заимствованном аккорде, о нем особо нечего рассказать. Но на нескучном саунде нельзя просто так взять и ничего не рассказать. Вот он наш ми мажор 7, он доминанта и к ля минору, и к ля мажору. То есть в любом случае здесь происходит То есть вопрос в том, как оно разрешается наверху. В мажор, в минор. Но вопрос в том, какие в этом ми мажор 7 внеаккордовые звуки, какой подразумевается внутри лад. И вот этими дополнительными звуками, либо в мелодии, либо как добавочными ступенями в аккорде, можно намекать слуху, к какому аккорду мы идем, к ля минору или к ля мажору. Ля минор и ля мажор у нас отличаются в первую очередь вот этой терции, до и до диез. Соответственно, если мы играем ми мажор 7 и добавляем ноту до, пониженная шестая, то он конкретно тянет в такую минорную сторону происходящего. А если мы добавим до диез, он тянет в мажор. Также важная точка отличия ля минора от ля мажора это шестая ступень. Вот это фа, а здесь фа диез. Если я в ми мажор 7 добавляю фа, она тоже очень темнит, и хочет в ля минор. А если я добавлю фа диез, то оно хочет в какой-нибудь лохматый ля мажор с добавочными ступеньками. Но, естественно, это не правило, это просто понимание игры ожиданий. То есть я могу же делать все наоборот. Добавляю фа, а разрешу ее в мажор. У этого есть определенная такая неожиданность и уже признанная джазовая краска. Либо могу взять и смешать мажорный фа диез, минорное до. Аккорд это прямо у меня ассоциируется. В общем, здесь хорошее пространство для экспериментов и поиска именно той краски, которая нужна. Дальше идет до диез минор. Ход очень странный и я, честно говоря, только одну песню вообще смог вспомнить, в которой он используется. И, естественно, это радио хэд. Радио хэд, конечно, красавчики, в плане того, чтобы взять что-то такое странное и обернуть это в нечто все-таки музыкально достаточно понятное. И здесь это происходит как в моем видео про вкусные аккорды и грамотные мелодии за счет общей ноты этих двух аккордов. То есть ля минор, ля, до, ми. До диез минор это до диез ми, соль диез. То есть нота ми их объединяет. Если в мелодии использовать ее хотя бы поначалу, то она создает некую линию, которая соединяет два аккорда, которые по-другому как-то функционально особо-то и не связаны. Прежде чем развивать мелодию, начинается все с одной ноты. Теперь маленький отход И опять сюда. И дальше, судя по мелодии и гармонии Но они возвращаются обратно в свой ля минор, что звучит мрачно, но в случае с радиохедом мрачно значит хорошо. Но выходя за рамки простого, можно уже особо и не париться. В такой музыке можно уже без эзотерического пафоса сказать, что действительно можно все что угодно, лишь бы нравилось. Вот этот последний аккорд сейчас был. Я вообще без понятия, как его можно назвать или понять, но в таком контексте он мне нравится и это мне совершенно устраивает. Хотя, конечно, попсовую песню я с ним написать не смогу. Вот такая вот вкуснятина. Мы с Пупсом Шрёдингера очень счастливы, что наконец сняли это видео и счастливы, что вы его досмотрели до этого момента и просим вашей помощи. Очень мало смотрят эту серию видео, хотя она очень крутая и полезная. Судя по всему, люди не ищут такое, просто, может быть, не предполагая, что оно есть или не знают, как назвать. Поэтому очень нужно как-то донести до людей этот контент. И нужны лайки, комментарии, репосты очень, чтобы нас здесь нескучно соундят становилось все больше. И огромное спасибо, спасибище всем, кто присылает донаты. Мы тратим их только на хорошее, честное слово, только на хорошее. И просим прощения, что в этот раз картинка была в видео еще хуже, чем обычно. Просто в этой студии со светом вообще борода. Но хорошая новость, что Вадим Ховизон, которого многие здесь видели на канале, нашел нам с ним неплохую, недорогую комнату. И в апреле, после гастролей, я впрыгиваю туда, начинаю там обустраиваться. И снова мы будем пилить видосы. И все будет как раньше, даже лучше. С вами был преподоподобный Александр. Любите музыку. Пока! Пока!